Что может быть лучше для ребенка, чем выбраться после долгих праздников на площадку и сыграть в любимый футбол? И не просто порезвиться с друзьями, а принять участие в настоящем турнире. С 3 по 5 января на двух футбольных аренах «Апельсин» и «СК Мусон» проходили игры в рамках рождественского турнира. Пять команд 2008 и 2009 годов рождения играли по круговой системе, каждый с каждым. Соревнования в этой возрастной категории в Севастополе проводятся впервые. Организовали спортивный праздник севастопольские предприниматели, а также родители детей, занимающихся футболом. Ленинский муниципалитет представил победителям грамоты. Мне очень приятно, во-первых, видеть этот первый турнир в городе Севастополе. В какой-то определенный период жизни я здесь был сам как футболист. Поэтому сейчас приятно видеть, что появилась первая красивая площадка. Большое спасибо человеку, который это все сделал. В финальной матче состоялись на новенькой площадке «СК Мусон». Заключительная игра за второе и третье место состоялась между командами детско-юношеского футбольного клуба «Севастополь» и ялтинского коллектива. Несмотря на пасмурную погоду и периодический дождь, ребята с азартом сражались за трофейные места. Игра была напряженной, но в итоге ни одна из сторон не смогла взять верх. Счет встречи 4-4. Поддержать юных футболистов пришел капитан футбольного клуба «Севастополь» Александр Жабокритский. Футболист утверждает, что у нашего города есть все возможности готовить с самого детства будущих звезд футбола. Молодцы, видно, что дети стараются, есть какая-то нацеленность на ворота, то есть расстраиваются, когда пропускают мячи. То есть это нормальное качество для спортсмена. И вообще здорово. Но таких турниров должно проводиться больше, потому что мы часто ездим, ну допустим, в «Севастополь», насколько я знаю, там еще другие команды. Хорошие турниры, большие проводятся в Евпатории, потому что там есть условия. В «Севастополе», к сожалению, условий нет. Их нужно делать для того, чтобы вот эти вот парни вырастали в хороших футболистов. В торжественной обстановке организаторы соревнования вместе с почетными гостями наградили отличившихся футболистов. Так, лучшим игроком турнира признан Михаил Либин из детского футбольного клуба «Севастополь». Его напарники по команде Иван Болгаров и Артем Ахмедов удостоились звания лучших хаффбэк и вратарь. Все они воспитанники знаменитого в городе тренера Александра Гуйганова. Стоит отметить игрока из детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 3. Глеб Левадный признан лучшим нападающим турнира. Он запомнился зрителям эффектным голом через себя. Мне очень понравился турнир. Спасибо большое организаторам за то, что они организовали такой турнир. Мы вообще сейчас на карантине закрыли. Все школы на карантин, все тренировки. Спасибо вообще, что мы собрались и вот так поиграли. К слову, команда третьей детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва выиграла главный трофей состязания – Кубок Рождественского турнира. Второе место досталось Дюфэка «Севастополь», а закрыл тройку победителей коллектив из Ялты. Моя команда 2007 года рождения. Ребята занимаются уже третий год под моим руководством. Команда участвует в чемпионате Крыма по своему возрасту. Мы первый год только участвуем этой командой, поэтому у нас задача пока наиграть состав, почувствовать дух соревнования. А уже на следующий год будем ставить более высокие цели. Организаторы турнира не собираются останавливаться на достигнутом. В мае они планируют провести в Севастополе всекрымский детский турнир по большому футболу. Иван Клепачев, Ольга Морозова, Севанформбюро.